привет моделисты и моделистки кто первый раз ребят девчат я и кей называет еще меня здесь crazy russian живую работу в городе цинциннати штат угайо стопроцентной англоговорящей среде я по-русски разговаривают только здесь и моя жена американка знает русский все так что когда пробиваются английские слова на английском или я что-то не могу вспомнить и только из-за этого стараюсь вот практиковать здесь ну что обычно брэс это латунь да с разными сплавами поправьте меня если не так но когда говорят брэс тогда имеют ввиду что локомотив сделан из брэс то есть я и написал ремонт брэс паровоза и ремонт я точно не знаю какой будет из-за этого мы делаем все с нуля ребят то есть клиент написал мне email и попросил протестировать их то есть он и хочет продавать у меня два их один вот рио гранда другой другой еще очень интересная скейл сейчас мы это все обсудим он хотел их продавать говорит протестирую я бы слушай но это может быть ты игру найдешь кого-то у себя там магазин ну сейчас магазинам все за практически очень мало нужно ехать там 300 миль для кого-то и раньше так было я говорю ну найди кого-то он говорит ладно тишина потом мне пишет нет говорит ситуация такая если не работают то нужно отремонтировать то есть по идее в них стоит soundtracks декодер и ну разумеется звучок какой что чего он не знает опятьчики все на продажу я говорю надо сделать все четко по уму чтобы вы же выжить максимум денежки говорит давай разбирай нужно посмотреть что что к чему под конец стрима будет игра на бубне вот так что ребята то что вы видите я вижу в первый раз также значит какие это корейские фирмы потом я напишу поподробнее которые уже по моему не существует такой браз ну общем это уже раритет можно сказать цена но это в базарный день как говорится я этот я ценю где-то в три штуки может быть даже больше пока без в таком состоянии если вопрос продавать а может быть даже раб скорее всего рабочий но это мое мнение это то есть опять чеки хороший базарный день плохой базарный день кто его знает как как зайдет как говорится вот но значит здесь насколько я помню я немножко занимался этими оу оу гейдж или оу скейл болтается уже лампочка значит это меру гейдж то есть я обрадовался в начале хотел поставить на его на ашнолевскую колею не так то было не вышло есть такой оу энд серии оу оу да энд серии вот эти катаются в основном их делает бакман бачман бакман и они катаются пластмасски они катаются на ашна на ашнолевской на ашнолевской колее потом есть еще другая она стендер гейдж тоже она немножко другая вот это нужно мне выяснить тоже короче я хотел поставить ее на ашнолевскую колею хрен 2 мне нужно закупиться рельсиной чтобы я мог мог даже тестировать сейчас я просто навесил эти аллигатор эти вот эти вот вот эти вот колесом крокодильчики эти и ничего не гугу один по моему вот этот издает какие-то звуки такие сок 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 чучу чучу спасибо братан ну сейчас задача выяснить какой декодер внутри вообще что происходит то есть сейчас мы прям вот живьем ребята интересно же да так не главное место нужно ну что ребят открываем очень интересно значит что я делаю во первых я проверяю какие детали здесь все припаяно специальным припоем таким потом это было разобрано потом покрашена я не думаю что это заводика хотя чем черт не шутит это уже типсы вам пошли бесплатные может быть даже заводская нет кто-то делал ссылка принт а может быть заводская трудно определить но это все ребят 30-ти летней давности такие вещи то есть смотрите открывается дверка то есть нужно смотреть все детали чтобы открывается вернее лючок открывается дверка здесь да видите вот там окошко вклеено вот такие вещи но где-то на на самом паровозе там видно красочка так сошла немножко всякие мелкие детали то есть что я хочу сказать можно ли положить на бок к примеру да и работать с ним на боку ну теоретически да здесь все достаточно дубово здесь какие-то вот мелкие детальки цепка какая-то классная такая но я не волнуюсь об этой здесь тоже цепка то есть они каким-то образом вот эти вещи ну так они зафиксированы все берем отверточку может быть даже она стрёмно выглядит но это очень хо она 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 возьмет любой винтик я вам отвечаю ребят может быть кверх ногами будет пока мне ну просто нужно их быстро свернуть нет этот каш перебор перебор но вот такую возьмем это крафтсман профессиональный я купил это отвертки 20 лет как новая ну конечно я и вьюз постоянно так сейчас все будет падать берем маленькую чтобы всегда у вас была маленькая коробочка под рукой так пакетики и прочее если конечно же я остановлюсь и у меня другие сегодня задачи привет сергей здорово можете ребята общаться между собой открой почту гугла там есть hang встроен страницу почта гугл нормально почта гугл нормально hang out так с этим единственное что нужно очень аккуратно потому что краска вся ну старинного плана а может быть его и запылили не травочкой да и вот что сделано просто без так в таких вещах нужно делать контакты сейчас мы большой сам паровоз скроем контакты нужно делать обязательно и на разъемах ребята на будущее да потому что это все сложно хорошо спикер я тоже не знаю какой вклеен прям вклеен я ничего делать не буду не отрывать ничего но мне это не нравится совсем очень не гуд потом покрашен пропущенные пропущенные здесь вот отверстия есть пропущенные они закрыты какая-то ну в общем не гуд не гуд совсем какая-то стики сделалась давно давно и криво честно вклеен где-то вклеен 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 вклеен